Девушки отдыхают Говорю, давай ключи открывай Он там ключами повозился, они ключ потеряли по пьянке Два садовых кооператива враждуют из-за дороги, ведущей к реке И в отместку друг другу ставят на ней шлагбаумы Когда жарким летом 2010-го заполыхал окрестный лес В войне появились первые жертвы Сказала, что, понимаете, ничего нет, ну, что мне делать? Мне говорят, ничего страшного, мы вам все наштампуем А потом вычтем из зарплаты Но учтите, что... Что значит наштампуем? Наштампуем документы? Да, все, они неправда Кому доверить своего ребенка, когда срочно нужно отлучиться на работу? Оказывается, даже самое элитное кадровое агентство Может прислать вместо няни настоящую преступницу Единственный раз мох какой-то поехал туда под трубы, как увидел трубы дымят в этой капусте Так сразу убежал Эту тысячу я тебе отдала Когда родственники вступают в деловые отношения, конфликт неизбежен Наталья Шевелева решила сдать квартиру с помощью тети мужа Но затея провалилась В суде она утверждает, что тетя оказалась мошенницей Истец Илья Соловей требует от соседнего кооператива 450 тысяч рублей за сгоревший дом Ответчик, председатель кооператива Иван Колодезный Подает встречный иск за снос шлагбаума Здравствуйте Прошу садиться Слушание, дело открыто Ваша честь Да Я, Соловей Илья Алексеевич, предъявляю иск председателю кооператива Речник Из-за которого у меня сгорел дом Значит, иск я предъявляю в сумме 450 тысяч рублей Вот у меня есть смета на строительство Договор строительства дома Вот мое удостоверение, что я являюсь членом кооператива Прометей В котором мой дом был, который сгорел Дело тут произошло каким образом Когда летом начались пожары Начало все гореть Загорелась у нас рядышком роща Я ночью это было Я вызвал, значит, пожарных Пожарных у нас находятся недалеко Первые пожарные вызвали мы, а не вы Мы вызвали Ну, конечно Ваша честь Вот я схему нарисовал Вот видите, можно я вам покажу? Да Вот смотрите, пожалуйста Вот это вот рощица загорелась Это вот наш Прометей У Прометея уже сто лет мы тут стоим Ну вот, с прошлого века у нас здесь Когда мы стали строить этот Прометей Вот эта дорога была вот здесь Потом нам пожарные сказали Что, дескать, мы должны либо вырыть пожарный водоем Либо провести дорогу до реки Чтобы можно было в случае пожара брать воду Мы решили, зачем нам территорию тратить Мы лучше дом построим И провели за свой счет вот эту дорогу Вот у меня есть платежки Где мы как члены кооператива скидывались И платили за строительство этой дороги Понятно То есть вся эта дорога была построена На средства кооператива То есть в том числе и на ваших Наши, да Вот этот кусочек был вот так А это вот все Дайте мне выслушать показания Нами было построено Мы здесь жили очень хорошо Да И вот эти новые русские Значит, прискликликли Бережок хороший Значит, красивое местечко И взяли вот здесь Построили свой новый речник И стали через нашу вот эту дорогу Возить строиться вот это все Речник свой И нам поставили здесь шлагбаум Чтоб мы к ним туда не ездили Мы им написали письмо Что, дескать Вы не имеете права на нашей дороге Строить свой шлагбаум И не пускать нас к реке Так как это Вообще мы отдыхать хотим на реке Потому что, ну, пешком, конечно, мы пройти А лучше на машине ведь приехать Там шампуры, там шашлыки Я понял На вертолете На машине А также это самое Мы писали, что это Противоречит пожарной безопасности Потому что мы эту дорогу Сродили для того По требованию Пожжнадзора И что, дескать Они нарушают Это право Они нас игнорировали Вот у нас есть письмо 33 подписи Мы собрали председателю Писали Вот Они нас игнорировали И нам ничего не Значит, ничего не осталось сделать Это так и было И вот когда Загорелась вот эта рощица Я вызвал, значит, пожарники Они приехали ее тушить А они Пока не ехали Пока что Вот ветер шел оттуда И вот мой дом И вот эти искры Полетели на мой дом Но они на дом Сначала сарайчик у меня занялся И когда пожарники приехали Они уже стали тушить Я их позвал к себе Но у них кончилась вода И тогда я скачал в машину Говорю, поехали Значит, я знаю, где брать Приехали Вот Какое расстояние От вашего дома От вашего дома до реки Здесь вот если От моего дома Отсюда Досюда Где-то километров 5-6 А, 5-6 километров То есть большое расстояние Большое, конечно Почему мы не хотим Я-то думал, что здесь Расстояние всего Ну я ж не могу 500 метров Не-не, ну это уж я схема 5-6 километров Да, да Я понял Я понял Вот Мы подъехали К этому самому шлагбауму Он закрыт Сторожа нету Я выскочил Побежал искать председателя Искал, искал Там везде Ты сам себя искал Я там был Да вон они пили Со сторожем Я нашел они у банки Так вы Не можете проехать Мы не можем проехать Но у меня вопрос Но ведь машины пожарные Оборудованы Такими бамперами Которые Любой шлагбаум сломали Да вот их Они-то и боятся Мы-то сломаем шлагбаум А потом по судам Нас затаскают И вот я тогда И не выдержал Пока они тоже Они все выезжали А мотор-то заведен был Я вскочил в машину И этот гребаный Шлагбаум сломал Проехали Понятно Ну время-то ушло Пока я с этим председателем Боролся То есть требовал Говорю давай ключи открывай Он там ключами повозился Они ключи потеряли По пьянке Возился То есть ничего не подошло Пошел искать ключи Так встаньте на свое место Замки был по пьянке Итак Итак Что же в конце концов Произошло Пока мы набрали воду Да Пока приехали То есть время было упущено И уже вместо Сарайчик сгорел И дом весь сгорел То есть вот ваша честь Вы приехали уже На пепелище Вот дом был какой Передайте мне все документы И вот какой он встал О что осталось Ну понятно Одна труба Вот пожалуйста Вот договор на строительство дома Вот смета На этот дом Да Теперь значит что Вот наше письмо Которое мы писали ему Чтобы он шлагбаум убрал Я понял И вот акт о пожаре Где четко сказано Что этот шлагбаум С нарушением пожарной безопасности Здесь все сказано Вот он акт Спасибо Я потребую Чтобы они мне возместили 450 тысяч рублей Ответчик С вашего кооператива Который вы представляете Здесь в суде В качестве возмещения вреда Требуют 450 тысяч В пользу истца Дело в том Что войну шлагбаумов Начали они Я вот хочу сейчас Пользоваться схемой Соловья И вам рассказать Как на самом деле Происходило дело Да Подойдите Расскажите Дело в том Что действительно Когда мы начали строить Свой кооператив На берегу реки Прометей уже существовал Дорога Эта Была простелочная Она была ничья И никто ее не строил Как действительность заявляет Просто Дело в том Что они Первые Поставили шлагбаум Прямо на въезде И запрещали нам Возить стройматериалы Для стройки Нашего кооператива На все уговоры На письма Не было никакого ответа У нас тоже есть письма Дорогу все разбили нам Мы первые писали письма А вот А их шлагбаумы Не ответа Не привета Так вот А это была земля Общего пользования Да? Естественно Дорога проселочная Она не их собственность Никто им не вручал Если там они бросили Извините Ведро Щебня На дорогу Это не считается Огромным ремонтом Ничего Если я подмел дорогу Она моей не считается Да-да Так и что дальше Сказки не рассказывай Итак Дело в том Что пожар Начался с рощи Это мы вызвали пожарную команду Мы вызвали Мы вызвали Фининги Не надо здесь отчинять Давайте У меня есть свидетель Ваша честь У меня есть свидетель Вот с этой пожарной командой Которой приезжал Я был в это время Около сторожа Но если вы вызвали пожарную команду Вы понимаете Что пожар может Быть затушен водой Если горит роща Или что-либо горит Вода Вода находится в реке Теша А шлагбаум перегораживает въезд Ваша честь Почему не открыли Если вы вызвали Пожар не имел большие последствия А это для них не имели А это у моего дома Потому что они у них Дело в том Что я сторожа послал Знать в чем дело Одну секундочку Куда он пошел Достаточно Он там за банькой валялся И вы помолчите пожалуйста Я тебе побаляюсь Помолчите Помолчите Я хочу вам задать вопрос У вас Имеется свидетельство О регистрации права Вот на эту дорогу Да Откуда они Официально Свидетельство о регистрации Права собственности У нас есть сметы У нас все документы оформлены Передайте мне все документы Пожалуйста Я прошу вызвать моего свидетеля Который приезжал Пожарная команда Я прошу его Вызовите пожалуйста Он подтвердит Как все было в самом деле Врет он все Свидетели СТА Пройдите Здравствуйте Ваша честь Лапзанов Роман Федорович Начальник караула 13 пожарной части 13 Понятно Поэтому и дотла сгорел Дотла сгорела Не по этому Дотла сгорела Из-за А почему Значит что произошло там Значит ситуация была такая Поступил вызов На то что в районе Дачного поселка Прометей Возгорание Рощи происходит Прибыли на место Потушили Только начали Рукава сворачивать Глядим мужик бежит Руками машет Ребята беда Ну подъехали Посмотрели В принципе Ну так то Конечно приятного мало Сарайчик горит Ну глобального Ничего нету Поскольку воду Все оставили там В рощице Решили поехать А кстати На территории Вот Прометей Воды то набрать негде Поэтому поехали Решили поехать К реке Теша А я с ними поехал Пока По вашему регламенту В случае возникновения пожара Где вы набираете воду Вот в Прометее например Или в речнике Где вы набираете воду Ну поскольку В Прометее По регламенту я спрашиваю По регламенту Поскольку в Прометее Нету водоисточников То ближайший водоисточник Это вот как раз Река Теша И есть Понятно То есть там Итак вы поехали За водой Для того чтобы Затушить Возгорание Этого сарая Так что было дальше Подъехали К Шлагбауму Шлагбаум был заперт Выскочили Побежали Все дружно Вплоть до водителя Потому что Срочно надо было Потому что Не успеем Мы потушить Сарайчик Все перекинется На дом Побежали Все дружно Искать председателя Со сторожем Минут 10 искали Что вы мне рассказываете Минут 10 Возбегали Искали В итоге пришел Председатель С огромной Связкой ключей Начал там что-то Ковыряться Возле замка Председатель это Ответчик Да Председатель это Ответчик Начал ковыряться Возле замка Дело в том Что Мы то в принципе Чисто теоретически Срезать бы этот замок Могли Но На отсежке Не предусмотрены Ни гидравлические ножницы Ни бензорез То есть Ну не руками же Я его буду ломать Да там вот такой Замок Это вы себя оправдываете Ваши неприятные действия Дело в том Что ваш честь Мы не в Америке находимся И это в Америке Там можно Да там Использовать Все методы Для того чтобы Предотвратить Да там А у нас почему нельзя Для того чтобы Спасти жилье У нас не предусмотрено Законом Такие действия То есть Нас бы потом В первую очередь Меня бы затаскали По судам То есть что Если вы В целях Предотвращения Возгорания Целого поселка Для пожаротушения Ломаете шлагбаум Который Даже пусть он Законно установлен Хотя никаких Законных то Бумаг На установке шлагбаума Не имеется Вы будете Отвечать за это Именно так Вы имеете право Да Это на самом деле Не первый Опыт В моей практике Я в пожарной охране Уже 6 лет работаю И постоянно Эти шлагбаумы Постоянно Какие-то ворота Удаляюсь Для принятия решения Далее в программе Сказала что Понимаете У меня ничего нет Ну что мне делать Мне говорят Ничего страшного Мы вам все Наштампуем А потом вычтем Из зарплаты Но учтите что Что значит Наштампуем Наштампуем документы Да Все Неправда Ольга Шахова Оставила здорового Двухлетнего ребенка На элитную няню Подобранную Через престижное Кадровое агентство А обнаружила его В больнице И без няни Единственный раз Лох какой-то Поехал туда Под трубы Как увидел Трубы дымят В этой капотне Так сразу убежал Эту тысячу Я тебе отдала 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 Слушайте Женщина утверждает Что риэлтор Вместо того Чтобы искать клиента На ее квартиру Тайком сдавала Ее посуточно Однако Ответчица доказывает Что это домыслы Хозяйки А квартиру Она не сдала Из-за высокой цены Судом установлено Что в результате Ваших Ответчик Как юридического лица Незаконных Деяний Пожарная охрана Не имела возможности Набрать воды И соответственно Затушить Дом Принадлежащий ИСУ На праве собственности В соответствии с законом Если вред Причинен Виновными действиями Ответчика Или стороны То он обязан Быть возмещен В полном объеме Суд приходит К выводу Что именно В результате Ваших Виновных действий Пожар Вовремя Не был Потушен И Истец Потерял свой дом Стоимостью 450 тысяч рублей Эта стоимость Доказана Истцом В полном объеме Поэтому У суда Нет оснований Для отказа В удовлетворении Ваших требований Решение суда Иск удовлетворить Истец Ольга Шахова Требует Расторжения Договора И возврата Уплаченных По договору Средств А также Подает Иск О возмещении Вреда Причиненного Здоровью И компенсации Морального Ущерба Ответчик Александра Левина Иск не признает Здравствуйте Прошу садиться Слушание Дело Открыто Меня зовут Шахова Ольга Александровна Ну И что вас Привело в суд? Ну Привела меня В суд Скажем так Трагедия Которая Произошла В моей семье Я На данный момент Требую Расторжения Договора С агентством По найму По подбору Домашнего персонала Хочу Чтобы мне вернули Деньги Уплаченные Им по договору Это 18 тысяч Также хочу Чтобы они Компенсировали Вред здоровью Нанесенный Моему Двухлетнему сыну Это 20 тысяч 450 рублей И Конечно Я хочу Еще Чтобы они Скажем так Компенсировали Моральный вред Нанесенный Моей семье Мне Моему ребенку Моему мужу В каком объеме? 20 тысяч Еще 20 тысяч Еще 20 тысяч Да Понятно Таким образом Общий размер Ваших требований К ответчику Составляет 58 тысяч 450 рублей Правильно? Да Ну теперь доказывайте Что вы Претерпевали ущерб Именно на эту сумму Значит Произошла У нас такая вот ситуация Я до двух лет Сидела с ребенком А потом В одночасье Просто на работе Мне дали понять Что или я выхожу на работу Или с работы Я могу попрощаться И уже по выходу Из декрета Искать другое место Себе Так Я вынуждена была Конечно Потому что я дорожила Своим рабочим местом Я была вынуждена Срочно выходить на работу И соответственно Срочно искать няню Конечно Страшно было Доверять своего ребенка Чужому человеку И конечно Хоть и есть Вот знаете Встречают всякие объявления На улице И везде На самом деле страшно Мы решили Что мы не будем Ни на улице Нигде Значит Ни по каким объявлениям Искать Мы решили Обратиться Вот в самое Как бы известное Агентство Вот оно было Так разрекламировано У них такой сайт Просто Мам не горюй И мы значит Обратились к ним И что меня поразило Сразу же То есть вот Сегодня я например С ними разговаривала Я значит Сделала заявку Ну объяснив Чего я хочу От няни Которая придет И буквально На следующий день Мне перезвонили И сказали Что готовы Предоставить Трех человек На выбор И что самое интересное Когда я встретилась И разговаривала С этими людьми Они все Как на подбор Соответствовали Вот исключительно Просто моим требованиям Просто вот один вандит Ну значит Профессиональное агентство Ну я тоже так подумала Я тоже так подумала И мне было Тяжело выбрать И в общем-то В результате Я остановилась На одной из нянь Мы тут же Заключили трудовой договор На их же бланке Агентства Анализы Всякие крови На линейские заболевания Сдали Вот просто Предоставили мне Тут же вот такой Кипа документов Что у нее там Санитарную книжку Да Санитарная книжка И там Образование у нее Просто там Не одно высшее Хотя она в общем Достаточно молодая И там Педагогический опыт Рекомендации Все просто вот Вот кипа документов Все блестяще Она буквально На следующий день Приступила к работе Соответственно Я вышла на работу Ну была сильно занята Но для мамы Что главное Когда ребенок Остается с няней Для мамы Главное прийти Увидеть Вот настроение ребенка Я считаю Что это самый основной сигнал Наверное Если ребенок Так капризничает Или еще что-то Что-то не так А тут в общем Ребенок у меня был Вполне доволен всем Очень хорошо встречал Няню всегда Вот И так в общем-то Все как-то Неплохо было Пока в один прекрасный день Я не пришла с работы Уже в общем было поздно А ни ребенка Ни няни дома нет Я напряглась Конечно Думаю Ну может быть Загулялись Куда-то зашли Там сейчас подойдут Или что-то там Позвонить по мобильному телефону Не отвечает телефон Не отвечает А ребенку еще раз Сколько лет Два Два года Да Так И вдруг звонок в дверь Я значит полетела Думала что сейчас уже Ей поругаю За то что поздно И соседка С выпученными глазами Говорит что Никита в больнице Я в шоке Сначала даже не понимая Ничего Мы пули с ней в больнице Она мне по дороге Объясняет Что сама обнаружила Никиту На детской площадке Возле дома Лежащего без сознания Без никого Няни не было Я значит тут же Отзванивать Ну сама к мужу В смысле Отзванивать мужу Говорю так и так Звони ей Ищи ее Может быть с ней что-то Тоже случилось Мы из-за нее переживали Нам симпатична была Эта девушка Вот Ну а сама ребенка Муж говорит Все спокойно занимайся Я значит все выясню Сколько дней Или какой срок К этому времени Проработала ваша Порядка двух недель Двух недель Да Так Вот Ну муж потом рассказывал Что он конечно звонил Ей у нее телефон Не отвечает Он звонил в агентство Он сказал что в агентстве Его просто обхамили так Что Он просто опешил Он опешил Потому что ему Он пытался Пропало Что-то у вас Значит По месту регистрации Там тоже никто не отвечает Телефон ее не отвечает Они сказали Вам меня не предоставили До свидания Мы не такой ответственности Это не может быть Это не может быть Но я хочу сказать Но я хочу сказать Что нашли няню И мне даже вот Мы ее нашли И все нормально И в результате Вы будете смеяться Вот ситуация просто Дикая До абсурда То есть это вот Предположить Такое было невозможно Оказалось что Это девочка Была нанята в агентство С улицы Что ей только что Исполнилось 18 лет Что все документы Которые нам предоставили Ну вот Можно если так выразиться Липа Там ни одного Достоверного документа Очень уважаемое агентство Значит Что эти документы Все в этом же агентстве Тут же кропают Вот на коленочке У вас очень уважаемое Кем-то агентство Понимаете Кем-то Я могу предоставить У нас все документы Вот это вот сейчас Будем все выяснять Стойте и молчите пока Значит вот У нее Что вот она с улицы Просто И что вот ее просто Ей в агентстве В самом сказали Мы тебя сейчас научим Ее научили Что говорить Как себя вести С клиентом Значит Какие у клиента Требования Как им соответствовать И вот она начала Работать Но она вот ребенок Сама еще 18 лет Но в этот день Что произошло К ней подъехали друзья Она с ними отъехала В магазин И оставила Никиту На площадке С другими родителями А у других родителей Произошло что-то еще И не ушли А почему без сознания Мальчик Качелями его стукнуло Он упал с качелей Стукнулся головой И сломана нога Документы все Давайте мне сюда Слушаю вас Я директор агентства По подбору домашнего персонала Левина Александра Эдуардовна Я хочу заявить Что я с иском Не согласна Категорически Я считаю Что мое агентство Выполнило Условия договора В полном объеме Итак Истец обратился к вам С заявкой На предоставление Услуг няни Да мы их предоставили На выбор Истец сформулировал Свои требования К этой няне Да мы постарались Их учить И мы их учли Истец сформулировал Что няня должна Соответствовать Критериям Образования Возраста Нравственными Какими-то там Принципами обладать И так далее И так далее Сформулировано это было Да было сформулировано И мы подобрали Я в договоре прочитал Что няня должна Иметь высшее образование Либо среднее Педагогическое образование Эта няня Имела бы образование Да Она принесла Все документы Которые мы требовали Диплом о высшем образовании Об окончании Педагогического вуза Она предоставила Это в 18-то лет Вот-вот-вот Ну она выглядела Намного старше А паспорт Вы ее проверили? Проверяли Или паспорта тоже Доверяете Проверять только Клиентам своим Это они все сами же Они там же в агентстве все делают Нет, неправда Не надо меня перебивать Простите Она предоставила Диплом о высшем образовании Она предоставила Все рекомендательные Сколько лет вы работаете Руководителем агентства? 10 лет Вы понимаете, что В 18 лет Невозможно получить Нормальному Не вундеркинду Ребенку, да? А нормальному человеку Высшее образование Ну она выглядит Намного старше Ваша честь, разрешите? Нет, не разрешаю Значит, а то, что судима Эта девочка оказалась? Мы делали запрос в милицию Судимости на ней не было Она предоставила Предъявите мне, пожалуйста, ответ из милиции Который вы получили О том, что не судима Это специальный запрос В зональный информационный центр ГУВД Покажите мне ответ Да, сейчас я не могу Предоставить эти документы Но мне позвонили И сказали Что Да, действительно Она не состоит А какие документы Вы можете мне представить? Я могу Копию диплома О высшем образовании Справки из Наркологического диспансера Справку от врача О том, что Не имеет серьезных заболеваний Справку из Передайте мне все эти Документы Касающиеся этой няни Что никаких отклонений По здоровью По психическому По физическому Естественно Что вы хотели добавить? Я просто хотела сказать Что Вот слушать ее бесполезно Потому что я говорю Что они там же делают Я просто вас прошу Вы приглашите моего свидетеля Она здесь Вы увидите Насколько она взрослым выглядит Хорошо Я сейчас выполню Ваши ходатайства Выполню ваши ходатайства А теперь-то по поводу клеветы Я вам хочу сказать Если вы считаете Что это клевета Обращайтесь, пожалуйста С соответствующим заявлением В суд Привлекайте К уголовной ответственности Человека Который Или юридическое лицо Который вас оклеветал А теперь то Что касается Вот этих документов Которые вы мне Представили Я, конечно, не обладаю Специальными познаниями Эксперта В области криминалистики Но На мой взгляд Вот эти документы Никакого отношения К нормальным Действительным документам Не имеют Похоже, что Очень все фальшивые Пригласите свидетеля Свидетели стца Пройдите Здравствуйте Представьтесь Здравствуйте Ваша честь Я Сошина Елизавета Михайловна Няня Ольги Александровны Бывшая няня Которая сидела С ее сыном Двухлетним Никитой Вот Так это вы сбежали Это вы сбежали От Никиты Да, это я сбежала Случилось все это так В один день Я уехала На Десять Пятнадцать На На 30 минут Я отъехала Значит, у меня к вам Один вопрос Вы ответчика знаете? Да, знаю А ответчик Вы эту девочку знаете? Да Свидетельницей? Да, я знаю Понятно Продолжайте Она работала у меня в агентстве Я отъехала на 30 минут Со своими друзьями А Никиту оставил под присмотром Мам Других И бабушек Но они все присматривают Они так все делают Всегда Не будем останавливаться На Аспекте Вот этого вот Невыполнения В арбаме трудового Законодательства И вообще Человеческой ответственности Оставить двухлетнего ребенка Невозможно И неправильно Но вы мне скажите Образование какое у вас? Образование у меня Никакого Девять классов Вы Были осуждены Да, я была Приговором суда? Да, была осуждена За какое преступление? Распространение наркотиков Легких Вот так представляете? А как вам удалось Устроиться на работу В это агентство? Я увидела объявление Позвонила Думаю, попробую Сразу поняла, что придется врать Позвонила И сказала, что Понимаете У меня ничего нет Ну, что мне делать? Мне говорят Ничего страшного Мы вам все наштампуем А потом вычтем из зарплаты Но учтите, что Что значит наштампуем? Все сделаем Наштампуем документы? Да, все Они все правды Вы предоставили все документы Все справки Значит, я Одну секундочку Я предупреждаю вас Об уголовной ответственности Вы знаете, что это такое Задача заведомо ложных показаний Вы подтверждаете Все то, что вы сказали? Я подтверждаю Удаляюсь для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Единственный раз Лох какой-то Поехал туда Под трубы Как увидел Трубы дымят В этой капоте Так сразу убежал Эту тысячу я тебе отдала Отдала Слушайте, здесь Когда родственники Вступают в деловые отношения Конфликт неизбежен Наталья Шевелева Решила сдать квартиру С помощью тети мужа Но затея провалилась В суде она утверждает Что тетя оказалась мошенницей В соответствии с законом В соответствии с трудовым кодексом В соответствии с законом О защите прав потребителей Которую вы все Нещадно нарушили Я выношу решение Об удовлетворении требований ИСЦА В полном объеме Вы должны были предоставить Необходимую информацию О работниках Вы должны были предоставить Необходимые гарантии А вы что сделали? А вы сфабриковали Подложные документы Так вот Удовлетворив требования ИСЦА в полном объеме Я дополнительно И вынес частное определение Потому что вы Предоставили Фальшивые документы Которые Обеспечивают право Вашим работникам На что-либо И направляю Материалы дела В следственное управление МВД Для того, чтобы определили Имеется ли в составе Ваших деяний Уголовно наказуемое Преступление Или не имеется Я, как юрист С большим опытом Считаю, что имеется Так что ждите проверки Окончено слушание дела Решение суда Иск удовлетворить Истец Наталья Шевелева Требует 120 тысяч рублей За незаконную сдачу Ее квартиры Ответчик Дина Карачаева Риэлтор Утверждает, что Ничем подобным Она не занималась Здравствуйте Прошу садиться Слушание дела открыто Вам слово Я Шевелева Наталья Федоровна Я требую Чтобы ответчица Дина Карачаева Агент по недвижимости Компенсировала мне 125 тысяч рублей Которые она получила Втайне сдавая Мою собственную квартиру Так Дело в том, что Ваша честь Я сейчас живу С мужем В его квартире А свою двушку Я решила сдать Делала там Шикарный ремонт Угрохала кучу денег И муж мне говорит Зачем тебе Такую хорошую квартиру Сдавать через Незнакомых людей Давай, говорит У меня есть тетя Тетя Дина Она как раз Агент по недвижимости Она нам по родственному Поможет Быстренько И выгодно Сдать эту квартиру Я подумала Тетя 3-2 Вот у меня есть договор Там прописано Там прописано Что она должна сдать Мою квартиру Она заговорила по-другому Говорит Твоя квартира в нехорошем районе Там трубы Дымят Там завод Все такое Клиенты не соглашаются Подожди еще Говорит Прошла еще неделя Она теперь говорит Это у тебя соседи Алкаши Клиенты отказываются Потом еще что-то Стала придумывать Мне все это надоело Она уже Водила меня за ночь Два месяца Ваша честь Квартира все не сдается Ну все это мне надоело Мне опять в командировку Надо уезжать И я решила с ней Договор прервать Решила от ее услуг Отказаться А мне муж говорит Неудобно Все-таки родственница Давай подождем Даже поссорились С мужем на этой почве Ну я скрипя сердце Согласилась И опять уехала в командировку Так что вы думаете Ваша честь Через неделю приезжаю Я узнаю Что она сдает Мою собственную квартиру Не сдавала я твою квартиру За две тысячи За сутки У меня есть свидетель Ваша честь Который может подтвердить Эти слова Так вот Ваша честь Я требую Чтобы она мне Компенсировала Вот вернула Сто двадцать тысяч рублей За два месяца Шидесяти Не основательного обогащения Да-да-да И пять тысяч За неустойку договору Сколько-сколько? Пять тысяч за неустойку По договору Потому что она в течение месяца Мне квартиру так и не нашла Клиентов не нашла Я понял вас Ваша честь Я искренне А за сколько Одну секундочку А за сколько вы планировали Сами сдать эту квартиру? Мы по договору Мы вот когда с ней договоривались Она говорила Отличная квартира Можно за сорок пять тысяч Не говорила я За сорок пять тысяч Да-да-да Не говорила Понятно Передайте мне пожалуйста Все документы И я слушаю вас Отвечиться Карачаева Дина Александровна Я риэлтор Да Конечно Хуже нет С родственниками Дело иметь С блатными С какими-нибудь По себе знаю Но тут Племянник мой подошел Вот Паша Где он тут сидит И говорит Ну пожалуйста Вот Может быть Помогите Ну и помогла На свою голову Ничего я не сдавала Никакую квартиру Я не сдавала И один единственный раз Лох какой-то Поехал туда Под трубы Как увидел Трубы дымят В этой капутне Так сразу убежал Эту тысячу я тебе отдала Понятно Послушайте Истец Истец Вы обязаны Доказать То Что Квартира Была Сдана Ответчикам И что Ответчик получил Деньги Вы можете Это доказать Каким свидетелем Будьте добры Свидетели Итак Вы отказываетесь Вернуть деньги Да Конечно отказываетесь Потому что ничего я не сдавала Деньги не брали Не брала Никаких денег Понятно Здравствуйте Как вас зовут Я Долгополова Алла Леонидовна Алла Леонидовна Ваша честь Вы истца знаете Да Конечно Ответчика Да Знаете Да Не знаю Неприязненных отношений Не испытываете Ни к тому Ни к другому Какие там отношения Она мне квартиру сдавала Два месяца назад Пасуточно Какую Я сдавала Вот эту вот двушку Как раз Наташину двушку Ничего не сдавала Смотрите Дело было так Расскажите Два месяца назад Ну поскольку я человек приезжий Ну приходится снимать жилье Как-то крутиться Вот И нужно было съехать со своей квартиры И найти уже что-то такое более подходящее Мне нужна была срочно квартира Я вышла на Дину На риэлтора Она мне посоветовала эту двушку Я туда вселилась Район мне понравился Мне до работы две минуты буквально идти Понимаете Мне очень эта квартира понравилась А она говорит Ты еще скажешь Что ты деньги мне давала Конечно Две тысячи рублей Да Посуточно Говорит И не краснеет А мне очень Понимаете Неудобно Я расстроилась Мне эта квартира очень понравилась Я думаю Ну я человек упрямый Думаю Дай звонить еще Дине Потому что я Ну помыкалась Поискала квартиру На две тысячи В сутки Это получается Шестьдесят тысяч рублей в месяц Ну это дорого Это дорого Я не могу себе такое позволить Конечно Вот Я значит Позвонила Дине Говорю Можно как-то Снимать Ну думаю Может договорюсь Как-то с ней Да На длительное время Она говорит Ни в какую Только посуточно И все Я не отступилась Потому что она мне так грубо ответила Я через сосед Дядю Колю Вышла как раз На Наташу На Наташу На Наташного мужа На ее семью Он мне Дом сказал где Я прихожу туда Познакомилась с Наташей Все и рассказала С мужем Я познакомилась С Пашей А Паша-то вспомнила Он как раз С этой вот риэлторшей С тетей Диной Два месяца назад Мне эту квартиру Это двушка И сдавали они Подожди Где ты видела моего Пашу? Ну два месяца назад Они как раз Вот вместе с тетей Диной Как раз и сдавали Подожди Ты же сказала Тебе Дина сдавала Да Она конечно Она пришла Сказала что я риэлтор А Кашка Много Много Паш А что ты там делал В моей квартире Два месяца назад? Паша Что ты молчишь? Ты чего Голос пустил? Давай Нечего Обращаться Ваша честь Получается Они вообще Сговори были За моей спиной Вообще Меня дурой выставили Это вы Вы со своим мужем Разбираются Сколько денег Вы заплатили Риэлтору За эту квартиру? Я заплатила Две тысячи рублей За одни сутки За одни сутки Она меня выгнала Да Сказала что только По сути То есть другими словами Вы утверждаете Что вы в этой квартире Прожили только одни сутки Да Как же вы А вы требуете 125 тысяч рублей Вы должны были доказать Что 125 тысяч рублей Ответчик заработала А не могла заработать Это разные вещи Она заработала Я еще Поспрашивала у соседей Там у меня соседи Они говорили Что туда приходили Каждый день новые люди Оставались Правильно Потому что я не Свидетельские показания Есть? Просто я этих людей Уже не могу отыскать Потому что Они-то мне свои данные Не оставляли Они вот У нее эти данные Никаких не отдает Я людей туда приводила И все отказывались Значит я напоминаю вам Требование закона Что вы должны доказать Те обстоятельства На которых основываются Ваши требования Вы должны были Этих свидетелей привезти Две тысячи рублей Доказали Где две тысячи рублей Ты же не говорила Что ты собиралась На длительный срок Давать А она тебе сказала На длительный срок хотела Но она сказала Что нет Деньги не передавали Помимо двух тысяч? Нет Я вот ей только две тысячи отдала И все Но соответственно Она меня выгнала с квартиры Другие доказательства Какие-либо у вас Сторон имеются? Ваша честь Но мы когда с ней Обговаривали договор Мы договаривали Что она будет Сдавать мою квартиру За 45 тысяч в месяц А вот Моя свидетельство Она говорит Что Дина-то Она посуточно Сдавала квартиру Дополнительные доказательства Есть? Я свидетелей выслушал Ну Паш Ну скажите Что ж ты молчишь? Ну что меня-то привлекает Паша не может быть свидетелем Потому что он находится В судебном седании Вы должны были заявить Пашу этого своего племянника Свидетель Я платить не буду Вот ты был в доле Вот ты и плати То есть вы признаете Что Павел ваш племянник Он организовался Инициатором чего? Не знаю Он меня подговорил И они между собой договорились К чему подговорил-то? Как сдавать квартиру Меня попросил Каким образом сдавать квартиру? Ну уж как получится Посуточно? В эту хорщину никто не идет Суд удаляется для принятия решения Оглашаю решение суда В соответствии с законом Сторона должна доказать Те обстоятельства На которые она ссылается В обоснование своих требований Либо возражений В данном случае Вы должны были доказать Что ответчица Неосновательно обогатилась За ваш счет На сумму заявленную 125 тысяч рублей Вы сумели доказать Только две тысячи рублей Вот эти две тысячи рублей Вам и будут возвращены Ответчикам На основании Этого решения суда Когда оно вступит Когда оно вступит в законную силу Решение суда Иск удовлетворить частично Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok